Продолжаем освещать работу центров «Точка роста» в школах, расположенных в сельских поселениях муниципалитета. Наша съемочная группа побывала в образовательных организациях Прикубанского и Коржевского поселений. Ежегодно в сфере образования происходят серьезные изменения. Одними из самых значимых являются открытия центров «Точка роста». Эти центры, а точнее структурные подразделения школ, в которых педагоги осуществляют образовательную деятельность по основным или дополнительным программам. Сельские школы требуют внимания и знания, которые получают в них учащиеся, должны быть на достойном уровне. В школе номер 19 хутора Коржевского Славянского района ребята с удовольствием занимаются в кабинетах центра «Точка роста». Центр заработал благодаря национальному проекту образования. Созданы хорошие условия для современных методов обучения по программам естественно-научной и технологической направленности. Я очень рада, что в нашей школе и во многих других появилась «Точка роста». Это дает новые возможности для увлечения своих знаний в разных науках, таких как биология, физика и многих других. Биология, вот как раз-таки новое познание, для меня очень важны, так как в следующем году я буду создавать ЕГЭ по биологии. Очень важны, конечно, педагогические кадры, ведь современная оснащенность школ работает в полную силу благодаря отличным учителям. Учащиеся старших классов и учащиеся младших классов получают возможность развивать свои способности, получать качественное образование на таких предметах, как физика, химия, биология, экология, робототехника и технологии. Учащиеся с удовольствием посещают эти занятия, и здесь они могут также получать такие возможности, как больше подготовиться к олимпиадам, конкурсам, создавать свои научные проекты и впоследствии их защищать. Без серьёзных знаний трудно представить по-настоящему образованного человека. И в 39-й школе Хутора Голицын с помощью точки роста удалось интенсифицировать процесс преподавания целого ряда важнейших предметов. Учащиеся, увлечённые открывающимися возможностями, улучшают свои знания и умения. Новое оборудование используется, чтобы ребята своими руками делали интересные вещи. Действительно, это расширение наших горизонтов. Ребята очень стараются, им нравится, они посещают дополнительные занятия. Теперь они имеют возможность уже в руках подержать новое оборудование, творчески развиваться, что-то новое придумывать. Очень им нравится. Действительно, это повышает интерес, повышает мотивацию. И всё больше и больше ребят будут стремиться именно получить технические специальности. Потому что даже мне, когда получил это оборудование, было очень интересно что-то собрать новое. Погружаешься из обычной рутины вот именно в это творчество. Учитель при помощи нового набора по робототехнике привлекает ребят. Они реализуют полученные знания на практике, создают свои проекты, участвуют в конкурсах. Школьники осваивают новые перспективные направления, которые позволят им сделать выбор будущего призвания. Для нашей школы это в новинку. И ранее такого мы не видели. Поэтому очень много заинтересованных лиц приходят. Я тоже очень люблю робототехнику, программирование и все, что с этим связано. Вот так, шаг за шагом, образовательный уровень сельских школ района постепенно повышается. Желаем учащимся их наставникам интересных исследований и экспериментов. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Станислав Бурбыко.